Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Продолжение. Святой Азлатовус. Ведь отсюда от незнания Писания произошли бесчисленные бедствия, отсюда произошла великая зараза ересей, отсюда неродивая журия, бесполезные труды. Подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы этого не было, откроем глаза перед сиянием апостольских глаголов. Ведь язык апостола Павла воссиял ярче солнца. Он, словом учения, превзошел всех прочих и получил обильную благодать Духа, так как больше других потрудился. И я утверждаю это не на основании только посланий, но и деяний. Если где-нибудь был удобный случай для проповеди, всюду предоставляли ему, потому что даже неверующие звали этого апостола Гермесом за совершение, за совершенство в слове. Такова была святая душа Павла. Она обнимала всю вселенную и всех заключала в себе, считая родство по Боге самым высшим. Павел всех любил так, как будто сам родил их, а лучше сказать, обнаруживал любовь больше всякого отца. Такова-то благодать Духа. Она побеждает телесные болезни и создает самую горячую любовь. Особенно же это можно видеть на душе Павла, который, как бы получивший крылья, под воздействием любви неутомимо всех обходил, нигде не медлил и не останавливался. Он знал, что Христос сказал Петру, «Любишь ли меня, посея овец моих?» указал этим на высочайшую степень любви, и потому сам в избытке обнаружил ее в себе. Итак, мы, соревнуя Павлу, будем назидать, если не весь мир, не целые города и народы, то, по крайней мере, каждый в собственный свой дом, свою жену, своих детей, друзей, соседей. И никто пусть не говорит мне, я не искусен и не сведущ. Нет, никого более не ученого, чем Петр. И более не искусного, чем Павел. Он и сам признается в этом, и не стыдясь говорит, хотя и невежда в слове, но не в познании. Однако невежда Павел и не ученый Петр победили тысячи философов, заставили молчать бесчисленных ораторов, совершивших все это собственным усердием и благодатью Божией. Какое же оправдание найдем для себя мы, когда оказываемся не в состоянии научить и двадцать человек, и быть полезными для живущих вместе с нами. Это пустой предлог и пустая отговорка. Не малоученость, не малообразованность, но ленность и сон препятствуют нам учить. Потому отряжши этот сон, со всем прилежанием позаботимся о собственных членах, чтобы, наставляя ближних своих страху Божию, мы и здесь насладились полным спокойствием, и там сделались участниками бесчисленных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аминь.